Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области России, юго-восточнее Коренева, в пределах главного украинского плацдарма, сообщается в новом отчете Американского института изучения войны. Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что ВСУ продвинулись до реки Снагать, к северу от Дарина, и, вероятно, удерживают позиции в Дарина и Николаева-Дарина, говорится в отчете. Один из российских военкоров утверждал, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептковкой и Хитровкой и к западу от Толстого Луга в направлении Зеленого Пути. Однако ВСВ не нашли подтверждения этого заявления. Российские блогеры рассказывали, что российские войска контролируют западную половину Новой Ивановки, а ВСУ действует на восточной окраине населенного пункта. Между тем, в Министерстве обороны России утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Коренево, вблизи Дарина, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Ново-Ивановки и к югу от Суджи, близ Пелехового. Тем временем, российские войска 24 октября продолжили наступательные действия в районе Селидова за счет северного фланга Покровска. Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись дальше в южные и центральных частях Селидова, но в АСВ не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений. Украинские военнослужащие сообщили, что российские войска контролируют значительную часть города, а один военнослужащий ВСУ заявил, что россияне контролируют примерно 85% города. Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук не подтвердил эти заявления и отметил, что украинские силы пытаются не дать большим российским группировкам закрепить позиции в районе выхода на городскую застройку и остановить наступление на северную и восточную окраины Селидова. В отчете указывается, что в АСВ не заметили визуального подтверждения заявления украинского военнослужащего о масштабах российского продвижения в Селидово. Спикер надбригады Нацгвардии Украины сообщил, что северные и восточные окраины Селидова являются серыми зонами, и украинские войска сдержали российское продвижение вокруг города после того, как россияне начали массированные атаки на населенный пункт с разных направлений 21 октября. 23 октября аналитики АСВ, сосредоточенность российского военного командования на обеспечении захвата Селидова была осуществлена за счет способности российских войск поддерживать значимое наступление непосредственно на город Покровск.